Но стоит ли тратить драгоценный запас только лишь на гладкое лицо и густые волосы? Когда мы начали лечить одного больного с болезнью Паркинсона, мне пришла жена этого больного и сказала, вы знаете, я подам на вас в суд. Я говорю, а в чем проблема? Может, такие хорошие результаты, посмотрите. Да, говорит. Вы посмотрите, говорит, на его лицо. У него исчезли все морщины. Вы знаете, что вот ему сегодня 68 лет, и он ко мне пристает с сексуальными домогательствами. То есть мы получили побочный эффект, которого абсолютно не ожидали. Что еще неожиданного готовят ученым и их пациентам эти удивительно красивые и, по всей видимости, чрезвычайно могучие стволовые клетки? Кто знает? Возможно, именно в них скрыта тайна человеческого предельного возраста, если таковое действительно существует. А быть может и тайна бессмертия. Бессмертными мы быть не сможем никогда, но ресурс у нас есть. Мосфаил жил 964 года по Библии. Поэтому, естественно, Адам тоже за 900 лет жил. То есть потенциально нервные клетки, это те клетки, которые практически не восстанавливаются, это тот ресурс, который может жить человек. То есть если мы научимся управлять регенерацией всех остальных тканей, то, естественно, нервные ткани, они... 900 лет могут жить тысячу лет. Тысячу лет есть ресурс жизни человека. Биологический ресурс, который абсолютно доказан. Нейроны могут жить тысячу лет. Эти экспериментальные исследования делали французские исследования, американские исследователи. То есть это доказано. Мы умираем не от того, что у нас нейроны наши атрофировались, просто нарушился цикл их функционирования. И нарушилось их микроокружение. Мы умираем от сопровождения. Наши сосуды поражаются атеросклерозом. И... Ну, опять же, здесь нарушены стволовые клетки. Я раньше говорю, холестерин. Вся проблема холестерина. Наши сосуды страдают от того, что мы много едим жирного. А сегодня мы говорим, да нет, нарушилась дифференцировка стволовых клеток. То есть мы совсем по-другому посмотрели на все происходящее в свете... Смерть каждого человека моляет и меня, ибо я един со всем человечеством. Поэтому никогда не спрашивай, по кому звонит колокол. Он звонит по тебе. Джон Дон. Профессор Владимир Хацкельевич Хавенсон. Доктор медицинских наук. Член-корреспондент Российской Академии Медицинских Наук. Вице-президент Геронтологического Общества Российской Академии Наук. В возглавляемом им институте были разработаны особые препараты, так называемые пептиды, с которыми, по его мнению, связаны надежды человечества по продлению жизни. России принадлежит на сегодняшний день мировой рекорд в области продления жизни в эксперименте. И никто в мире этого не повторил. Препараты, которые были нами выделены из различных органов и тканей, пептиды, оказались крайне эффективными. Оказалось, что те животные, которые получали препараты пептиды, они прожили на 30% дольше, чем животные в контрольной группе. То есть они достигли верхнего видового предела. И животные там дожили до своих 100 лет. Мышиных, крысиных, там, обезьянник. Причем именно активную часть. Эти животные не лежали там, не двигались. Они были, так сказать, шустренькие и так далее, все такое. То есть, более того, животные даже размножались в возрасте, ну, в пересчете на людей, это было примерно 60 лет. И самое поразительное, я считаю, то, что до сих пор никто, никого это не интересует. Это самое поразительное. Хотя все бегают и думают, как бы там продлить жизнь, но это все давно было сделано, опубликовано. Причем в России и за рубежом. Пептиды позволяют, так скажем, неблагоприятную генетику подкорректировать. Поэтому не все так безнадежно, вот, как говорят, что на роду написано, мол, нечего там дергаться, да? Нет, нужно дергаться. И поэтому вот именно эти пептиды и являются веществами, регулирующие активность генов. Сколько бы вы хотели прожить на свете? 70 или 80 лет? Как вам кажется, возможно ли бессмертие? Могут ли люди быть бессмертными? Это не то, что бы мне хотелось. Почему? Потому что так распорядился Господь. Жить, пока не умрешь. Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку. Итальянская поговорка. Наша съемочная группа оказалась на одном дне рождения. Это не был обычный день рождения. Дело в том, что имениннику в этот день исполнилось 108 лет. Его зовут Маура Гуиди. Он живет в Италии, в городе Болония. Сколько вам лет, сеньор Гуиди? Сто. Сто с чем-то. Точно не помню. Сто двадцать четыре? Нет. Сто шестьдесят? Нет, не могу вспомнить. Но я стесняюсь, столько народу пришло. Вот вы уйдете, я сразу вспомню. Как вы себя чувствуете физически? Как себя чувствую? В смысле здоровья? Хорошо, хорошо. Не всегда, конечно. Ну, у меня сейчас это... Я изменился. У меня старость. Вот. Посоветуйте, как долго прожить? Держаться подальше от некоторых вещей. Каких? Не скажу, каких. Вы курили? Да, я курил всю жизнь. По две сигареты в день. И все. Ну, иногда, если очень хочется, то можно по три. Ну, обычно по две. Но вы не думайте, что я уже отжил свое. Видели бы вы, как моя жена пела. Для доказательства своей отличной физической формы сеньор Гуиди решил показать нам его любимое упражнение. Подожди, 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 подожди. А это Наталина Бенчевини. Ей 101 год. Я жила в крестьянском доме. Там всегда все работали. А потом, когда я вышла замуж, я перестала обрабатывать землю, потому что у моего мужа земли не было. Я помню Муссолини. Да, Муссолини тоже помню. Нет, помню, помню. Да потому что во время войны я была еще молодая. Ваша еда, что из еды вы предпочитаете? Да я все ем, буквально все. Я всегда любила поесть, и сейчас тоже все ем. Вы так прекрасно выглядите. Есть у вас свой секрет долголетия? Ну, что вам сказать? Вот моя невестка говорит, это у нее организм такой. Такой сильный организм, по крайней мере, она так считает. Да, любвище кушает. Только смерть превращает жизнь в судьбу. Андре Мальжо. Профессор Сергей Влаилевич Казначеев, доктор медицинских наук, не склонен сводить вопросы человеческого долголетия исключительно к медицинской проблематике. Ситуация нашей жизни такова, что нам просто не дает наша страна, наше отечество доживать до того возраста, который положен. Слишком напряженная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!